Никакая инфекция не сможет сломить дух ликвидатора, рассуждает председатель Совета ветеранов Сергей Костромитин. Этим людям уже удалось выжить в схватке с одной невидимой напастью радиации. Победят они и коронавирус. Впрочем, рисковать чернобыльцы не стали, ведь большинство из них уже пожилые люди с ослабленным здоровьем, которым необходимо беречь себя. Поэтому и в Воскресенском сквере у памятника жертвам катастрофы было всего двое человек. Но после возложения траванных венков настало время воспоминаний. Наши учреждения, которые были призваны для оказания помощи в ликвидации последствий, выполнили свой долг добросовестно. Многих, конечно, уже нет, но вот когда были отправки, я в то время был военным комиссаром, никто не отказался наоборот. Некоторые приходили, просились, что отправьте нас на сборы, что мы поедем выполнять ликвидацию этой катастрофы. Сейчас в Великой Мурстюге в жилых осталось чуть более двух десятков чернобыльцев. Их подвиг прост, самые обычные люди, они своими глазами видели, как высокая радиация убивает их товарищей. Но не испугались этого, и чтобы остановить загрязнение, шли на риск, участвовав в ликвидации последствий техногенной катастрофы. Станция делала каждый раз выбросы. Выбросы эти были очень большие. До самого 8 ноября, пока не поставили саркофаг 1986 года, выбросы шли очень сильные на станции. И были точки такие, которые превышали 200 рентген и 300 рентген. Но люди шли и выполняли свою работу, потому что был девиз – никто кроме нас. Впрочем, вместе ликвидаторы еще соберутся, взглянут друг на друга живые и вспомнят тех, кого уже не вернешь. Но произойдет это только тогда, когда все ограничительные меры будут сняты. Максим Тятов, Антон Краев, телеканал «Русский Север».